16 августа губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы Владимир Васильев посетили строительные площадки Твери. Они ознакомились с ходом строительства детской областной клинической больницы и западного моста через Волгу, посетили микрорайон Южный, где продолжаются работы по возведению школы. Об итогах поездки расскажет Наталья Чекет. На стройплощадке школы в Южном на 1224 места работы ведутся в три смены. Задействовано порядка 300 человек и необходимая техника. Ведутся все параллельные работы по устройству инженерных систем внутри здания. Это электрика, вентиляция, слаботочные системы, отделка помещений, установка окон, витражей. Параллельно вокруг объекта дорожники строят дорогу, мы делаем внутреннее благоустройство. Помимо учебных помещений в школе предусмотрены два бассейна, а на улице будет футбольное поле с баскетбольной зоной. Площадками для построений, спортивных игр и беговыми дорожками. Другой важный социальный объект, который строят в городе, детская областная клиническая больница. Сейчас здесь погрузили сваи, идет устройство фундамента блока Б. Вертикальной гидроизоляции подвала, железобетонных конструкций первого и подземного этажей. На стройплощадке прошло совещание по вопросам выполнения работ на объекте. Вышли с положительным заключением все экспертизы, которые проходили компания Ростех, РТС «Встрой». Это включая медицинское оборудование, конфигурация. Все формальности, они завершены. Теперь мы наращиваем объемы производства работы. Очень важно, что сейчас Российская Федерация помогает нам с финансированием, и поэтому мы хотим этот фактор использовать для ускорения сроков создания и реализации объектов, сдачи объекта в эксплуатацию. Вкладывается огромный ресурс. Спасибо поддержка здесь и нашему правительству, который идет на встречу, и президенту. Без этого бы не удалось. Работа идет. Я хочу поблагодарить всех, кто в ней принимает участие. Есть такая возможность сделать больше. В областной столице продолжается строительство главного инфраструктурного объекта – Западного моста. Недавно здесь прошел первый этап надвижки пролетного строения в сторону первой опоры на 30 метров. Затем к надвинутой части установлены балки, и сборка пролетного строения продолжается. Готовимся к следующему этапу надвижки пролетного строения. Каждым этапом надвижки мы движемся со стороны четвертой опоры в сторону первой опоры. То есть это такая выбрана технология строительства Западного моста. То есть идет укрупнительная сборка пролетного строения на стапеле и надвижка на стапеле. Так называемая конвейерно-тыловая сборка. Комплекс Западного моста – многосоставной проект. Водить его в эксплуатацию планируется поэтапно. Сначала будет возведен сам мост через Волгу с подъездами и съездами. Затем завершат реконструкцию Горбатого моста в Заволжском районе. Далее реконструируют железнодорожный путепровод на Комсомольской площади в Пролетарском районе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова